Представьте, что за завесой времени скрывается забытая история замечательного советского актера Гелия Сысоева. Его неповторимые роли в фильмах, таких как «Свадьба в Малиновке» и «На пути в Берлин» до сих пор вызывают восхищение у нескольких поколений зрителей. Однако не все знают о его удивительной жизни за кадром, о его мечтах стать моряком и циркачом, а также о судьбоносной встрече с режиссером Александринского театра. Родился и вырос будущий актер в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны родители ушли на фронт, а он остался с бабушкой в городе, пережил блокаду и две контузии. Его отец был командиром подводной лодки, и маленький Гелий тоже мечтал стать моряком, когда вырастет его влекла романтика морей и опасностей. Второй мечтой была клоунада. Во сне он часто видел себя на арене цирка и в школьные годы даже самостоятельно научился жонглированию и еще нескольким трюкам. Однако цирковое училище его не приняли, так же как и в мореходное. После перенесенных тягот блокады, лейкемии и дистрофии у парня было слабое здоровье. После окончания школы Гелий ушел в армию, а демобилизовавшись поступил на актерский факультет и, став дипломированным актером, уехал по распределению в Карелию. Два года служил в Петрозаводском драматическом театре, а там на неделе карельского искусства Сысоева заметил режиссер театра драмы Непушкина, сейчас это Александринский театр, Александр Музель и пригласил в постоянный состав труппы. Гелий с радостью вернулся в родной город, получил роли в нескольких спектаклях и продолжил сниматься в кино. На экране он дебютировал еще во время обучения, сыграл небольшие роли в фильмах «Осторожно, бабушка» и «Горизонт», а в начале 60-х стал сниматься довольно часто. Заметными стали работы в картинах «Весенние хлопоты», «Авария», «Сегодня новый аттракцион», «Волшебник страны ОС», «Зеленая карета», происшествие которого никто не заметил. А в 1967 году получил свою первую главную ставшую звездную роль Андрейки в культовой комедии тех лет «Свадьба в Малиновке». Вот как рассказал актер впоследствии в интервью об этих съемках. Это был один из первых моих опусов, который хорошо запомнился. Я был строптивый актер, да еще мало чего умеющий, а рядом Зоя Федорова, Николай Сличенко, Евгений Лебедев, и нужно было соответствовать. Путь от отчаяния до восторга ведь очень короток. Если бы не Михаил Пуговкин, который опекал меня, а когда выпустили, все критики набросились с дубиной, я страшно расстроился. А Пуговкин говорит «Подожди, не переживай, все утрясется». И действительно, на первом показе в Харькове фильм посмотрели 6 миллионов человек, при том, что в городе было всего полтора миллиона жителей. Я лично знал людей, которые по 106 раз на него ходили. Свадьба в Малиновке мне очень много дала и до сих пор помогает. Он стал известен на весь огромный Советский Союз. Коллеги ожидали, что теперь карьера Сысоева будет стремительно набирать обороты. Но, вопреки ожиданиям, ему не давали роли целых два года. Дело в том, что мало кто знал о случившемся конфликте на съемках свадьбы в Малиновке. А сам Гелий прекрасно понимал, почему его стали игнорировать режиссеры. Изначально на роль Яринки утвердили Ларису Голубкину, но у нее намечались зарубежные гастроли, и она от роли отказалась. Ее заменили Валентиной Николаенко, но Сысоев был категорически не согласен с выбором партнерши и требовал снять его со съемок. Сей группе пришлось его долго уговаривать и уламывать. Дуэт Андрейки и Яринки получился великолепный, но у съемочной группы остался неприятный осадок после работы с Гелием. Как говорится, земля слухами полнится. Об этой истории узнали другие режиссеры и остерегались приглашать в свои проекты проблемного актера. Потом, правда, все забылось. В 70-х Сысоев в нос стал сниматься очень много. Ежегодно выходило по 3-5 картин с его участием. Но таких ярких ролей, как «Свадьба в Малиновке», больше в его фильмографии не было. В конце 80-х работы стало мало в кинематографе и в театре, и актер решил попробовать себя в смежном виде деятельности – озвучке дубляже фильмов и мультфильмов и вскоре стал признанным мастером. За годы карьеры он озвучил более 200 зарубежных и прибалтийских проектов, а с началом нового века стал сниматься в популярных сериалах. Но теперь мало кто из поклонников узнавал в пожилом, располневшем Сысоеве, веселого, безбашенного Андрейку. Впрочем, ему и самому уже не хотелось сниматься в том кино, которое заполонило российские экраны. Он привык к более качественным и сломысловым проектам, а о наступившей эпохе говорил так. «Я – антикварный шкаф, поеденный червями, и нынешний режим считаю упадком русской театральной и кинокультуры. Я рад, что жил совершенно в другое время. Мой друг, известный музыкант, очень точно сказал, что то, что раньше считалось простым освоением техники, сегодня выдается за выдающиеся заслуги. Судите сами. Пригласили меня сыграть баснописца Ивана Крылова в фильме про Александра Грибоедова. Я пошел в публичную библиотеку, все про него прочитал, и вдруг на съемках режиссер говорит «Крылов ходит пьяный, я ему. Он никогда не пил. Но здесь он ходит пьяный, настаивает тот. Одно замечание, второе. Последней каплей стал эпизод, когда Грибоедов стал вытирать пенсне полой фрака. И я опять сбежал». Личная жизнь талантливого актера складывалась чрезвычайно насыщенно, он только официально был женат шесть раз и в шутку называл себя ветераном брачного движения. Подробности частной жизни он никогда не раскрывал даже перед друзьями и коллегами, лишь иногда не смог сдержаться и делился радостными событиями. Родился первенец сын, появилась на свет дочь, пошли внуки, правнуки. Его женами становились актрисы, поклонницы, служащие театр и киностудии. Самая известная из них – Людмила Федотова, в прошлом ведущая солистка театра музыкальной комедии. Гелий Борисович как-то в интервью признался, что такое количество жен случилось не из-за того, что он был сердцеведом, гуленой и бабником. Спутницы жизни уходили от него сами, не в силах смириться с его хобби. Дело в том, что актер приносил с помойки предметы, которые он считал пригодными для творчества, и создавал из них уникальные вещи. Из двери от старого шкафа резной стол, из досок стул, похожий на трон, из ненужного хлама небольшую яхту. Проблема заключалась еще и в том, что времени для созидания красоты у него было крайне мало, и принесенные экспонаты были нагромождены во всей квартире в ожидании своего часа, и мало кому из женщин это могло понравиться. В настоящее время 87-летний актер не торопится уходить на покой, он все так же служит в театре и снимается в кино. Сейчас работает над ролями в короткометражных лентах «Река памяти» и «Остановка». Сысоев является продвинутым интернет-пользователем, ведет страницы в социальных сетях, выкладывает личные фото, творческие анонсы, пиарит молодых талантливых коллег. В общем, живет полноценной, насыщенной, интересной жизнью. Здоровья вам, Гелий Борисович, и долгих лет!